Здравствуйте. В эфире программа «О чём говорят». Сегодня мы будем говорить о правопорядке, но говорить мы будем не с полицейскими, хотя о них речь пойдёт тоже. Мои собеседники, председатель общественного совета ГУ ГУ МВД по Самарской области Марк Григорьевич Левиант и Алексей Викторович Бородин, руководитель комиссии по правовым вопросам и взаимодействия соинститутом полномочного права человека общественного совета ГУ МВД по Самарской области. По-моему, всё правильно назвал, несмотря на такое обилие аббревиатур. В миру Марк Григорьевич известный композитор, народный артист России, а Алексей Викторович известный адвокат. Но говорить мы сегодня с вами будем как членами общественного совета. Вот смотрите, вы оба люди весьма заняты, тем не менее находится и время, и силы на эту общественную работу. Насколько я понимаю, для вас это важно. Почему? Я думаю, потому что вот такие мы неравнодушные люди. Хотим, чтобы наша жизнь стала спокойнее, чтобы граждане, чтобы люди были счастливыми, чтобы они с удовольствием жили в городе, в безопасности, в чистоте, в красоте, чтобы культура людей была другая, чтобы люди улыбались друг другу. Естественно, чтобы было меньше преступности. Алексей Викторович. Марк Григорьевич сказал очень точно, главное не быть равнодушным. Главное не быть равнодушным. Ну, вы как адвокат, наверное, чаще других встречаетесь. У нас это специфика работы, общаться с людьми и решать их проблемы. Поэтому здесь я органично вошел в состав общественного совета и занимаюсь, собственно, тем же и занимаюсь, да, рассматривая. Алексей Викторович, между прочим, один из самых надежных и самых активных членов общественного совета ведет большую работу. Поэтому вы оба здесь со мной и сидите. Вот, в принципе, вот, чтобы телезрители понимали, ведь ко многим общественным советам, а у нас их много разных, да, и отношения разные, опять-таки. Вот ваш общественный совет при главном управлении внутренних дел по Самарской области, давайте сразу вот рамки такие. Это не для галочки. Я так понимаю, что ведется действительно большая работа, да, и об этом можно и, возможно, даже нужно говорить. Да, действительно, у нас вот даже план работы на этот год, там 72 пункта, представляете? У нас 10 комиссий. И возглавляют известные люди, и люди, ну, то, о чем мы говорим, которые хотят этим заниматься. Вы для себя какую задачу ставите, когда собираетесь вместе с полицейскими? Сказать им, что, ребята, вот есть у вас вот тут, вот тут и вот тут белые дыры? Нет, ну, разные есть. Мы им говорим... Во-первых, надо сказать, чтобы зрители понимали, что наш общественный совет – это единственный общественный совет из всех советов, которые созданы, а их, вы знаете, сейчас огромное количество. Да, при каждом ведомстве. Да. Наш общественный совет создан по указу президента России. И он наделен контрольными функциями. Значит, наша обязанность контролировать деятельность органов внутренних дел. Около пяти лет у нас работает общественная приемная в клубе Дзержинского каждый четверг. Куда приходят люди и рассказывают о проблемах. Куда приходят люди со своими жалобами, со своими просьбами, но и со своими какими-то благодарственными тоже письмами в адрес каких-то полицейских. То есть вы оккурируете как и негатив, так и позитив, а потом докладываете руководству управления? Мы сами не можем, мы не работники полиции, мы можем только сказать свое мнение по каким-то вопросам и довести до сведений руководства. Со стороны, в принципе, вы такое связующее звено. Мост между гражданами, обществом и органами правополитов. Если посмотреть на положение об общественном совете, те задачи, которые там есть, это как раз общественный контроль деятельности органов полиции, и осуществление взаимодействия между полицией, общественными организациями, государственными, муниципальными структурами. Что, собственно, мы вот в плане своей работы имеем. И когда мы выезжаем на территорию, когда мы встречаемся с главами районов, с руководителями территориальных органов, наша задача – выявить какую-то проблему. Они, безусловно, там есть. И попытаться ее разрешить, либо найти способ решения. Насколько к вам прислушиваются? Прислушиваются. Насколько реагируют? И встречи, и приемы, они проходят вместе с главами администрации муниципальных образований. Значит, власти знают, что происходит. Но судя по тому, как нас и принимают, и понимают ответственность нашей миссии, я думаю, что это серьезно. Потом надо сказать, что общественные советы созданы при всех муниципальных образованиях Самарской области. И в общей сложности членов Совета 95. Ну, там маленькие советы, там по пять человек в сельских районах. Но они тоже работают, они тоже помогают. А связь наша с государственными структурами, с властью, и законы надо какие-то менять. И мы вносим предложения. И мы вот сейчас вот у нас проходил такой месячник товарища участковые. Мы считаем, что вообще работа участковых очень важная. И она очень близка каждому. Вот буквально вчера у меня в подъезде, где я живу, было собрание жильцов. И все вопросы, которые люди вышли из квартиры, понимали и сошлись на том, что обязательно должен об этом знать участковый. А знают ли телефоны участковых наши жильцы домов? А есть ли на каждом подъезде фамилия, имя, отчество, телефон, адрес участкового? Вот все мы хотели узнать, и этому был посвящен этот месячник. Выезжали в область. И сейчас власти города будут помогать нам, чтобы были предоставлены хорошие помещения там, где... В общем, вы знаете, в целом картина хорошая. В целом. В принципе, я ведь, знаете, о чем подумал? Что ведь и вы тоже со стороны контролируя, наблюдаете работу полиции, все время хочется сказать, милиции, да? И тоже делаете свои какие-то выводы. Потому что мы привыкли, у нас в последнее время все время всех критикуют и ругают. Но зачастую, мне кажется, тем не менее, есть и за что похвалить. Конечно, есть. И вот даже на примере вот этой акции мы не случайно обратились к этой теме, поскольку выявляем, что вот по направлениям работы, работа с людьми у участковых, она максимально как-то близка. Максимально приближена. Приближена, да. И вот за 15-й год 250 тысяч обращений, которые рассмотрели участковые, это такой показательный пример о том, как много и часто люди обращаются. И поэтому, как участковый встретит человека, как он рассмотрит жалобы, как он сделает правильно свою работу, зависит отношение не только к участковому, как к лицу, ко всей структуре полиции, да и к власти в целом. Мы вот так смотрим на это. И мы наградили лучших участковых по итогам акции. Да, мы наградили, мы сделали им ценные подарки. Чтобы они знали, что народ тоже их ценит и уважает. Вот смотреть на следующий немного времени, давайте буквально вот тезисно пробежимся по наиболее, на мой взгляд, ярким и интересным проектам. Ну, допустим, вот «Ночной патруль», мне кажется, весьма интересная такая. Да, вот если можно, я скажу так. Вот эти все направления, о которых мы сейчас говорим, и «Ночной патруль», можно я озвучу уже, что это и «Народный контроль», и «Добровольная народная дружина» – это способы организации общества, активной его части, помогать органам полиции в решении ее непосредственных задач. И вот эти направления, они законодательно были оформлены, но вот начали так развиваться активно с приходом Сергея Александровича Солодовникова в 2015 году, когда вот он с марта месяца начал активно эту тему внедрять на нашу самарскую землю. И, слава богу, получилось, потому что вот мы видим сейчас результаты, я могу в цифрах вам сказать о том, что вот «Добровольная народная дружина», около пяти тысяч человек на территории Самарской области. И люди ходят. Я вспоминаю, во времена нашей молодости ДНД было, да, точно так же. Студентами были потом, рабочими молодыми, ну, во всех организациях, в своем случае, были народные дружины. Ходили. Это было обязательно. Попробуй не пойти, как говорится. А сейчас, насколько я понимаю, по зову души и сердца. Нет, и платят. Еще и платят. И бюджет. Но это не самое главное, да. Есть небольшие деньги, но для студентов, допустим, это неплохо. Но надо сказать, что общественный совет занимался этой темой. Надо отдать должное Сергею Александровичу Солодовникову, вот с его приходом, что он проявил такую настойчивость, волю, чтобы эту тему все-таки внедрить. Понимаете? Одно дело говорить, добиваться, законы. Вы имеете в виду реальную работу, добровольную здоровь. Реально. Именно ему удалось, чтобы вот эти наряды все появились, чтобы это вышло, чтобы это заработало, чтобы город увидел эти желтые жилетки, чтобы увидел полицейских. В городе стало спокойнее. Даже ощущение, сам климат другой. Понимаете? Это важно. Больше, чем на добровольных народных дружинах, говорят о ночном патруле. Я вот с него начал. Потому, что там даже у меня такие цифры, вот интересно, вот в прошлом году, может быть, немножко устаревшие цифры, помогли сдержать 385 пьяных водителей. Верно. Это, в принципе, это ведь, возможно, 385 преступлений. Преступлений, да, и не было совершено. Не было совершено. А сколько жизней, возможно, было сохранено. Это также инициатива граждан, которая присутствовала, и ее направили в такое нормальное русло, когда она есть и она помогает. Реально ребята работают, у них есть возможность контакта с органами полиции в лице ГАИ. Они выходят на патрули, они помогают информировать вовремя, когда... Там даже не каждый день, по-моему, только пятница и суббота. Ну да, там несколько дней. Они участвуют либо совместно в патрулях с работниками ГАИ, либо они просто информируют о том, что видят такие-то факты нарушения правил дорожного движения, употребления спиртного и нахождения за рулем. И потом полиция быстро реагирует, поскольку она знает, что это проверенная информация. Но вот внутрь ночного патруля я бы еще хотел сказать о том, что взаимодействие с сотрудниками такси, поскольку они постоянно на трассах, и это также они являются участниками этой программы. Главный управленный внутренний дел и сотрудники такси в лице руководителей организации заключили соглашение и работают. Потому что нет большего зла, чем пьяные водители за рулем, мне кажется. Я вам должен сказать, что когда граждане, жители города, области почувствуют доверие к полиции, то они будут и больше помогать. Вот это вот участие, я думаю, что эти молодые люди и таксисты, они поверили настойчивости генерала, который приезжал к ним. Он много встречался в рабочих коллективах и так далее, и так далее. Они поверили. Важно обоюдно. А полиция поверила им, потому что не отмахивается, а понимает, что... Нет, конечно. И вот участие общественности, граждан в наших общих проблемах – это здорово. Многие говорят, ну как это так, вроде стукачи. Знаете, как это можно? А он поедет пьяным и собьет насмерть кого-нибудь. Ну, конечно. Что после этого делалось? А тебя волнует? Да. Вы знаете, неотвратимость наказания, пусть этого человека кто-то называется тукачем, но когда, благодаря ему, я не согласен, я бы даже не употреблял. Уже психология совершенно другая. Ну, говорят об этом. Я знаю, что на Западе вот с повышенной скоростью проехала машина, люди записывают номер, звонят в полицию, потому что это может повлечь аварию какую-то. Понимаете? То есть не надо быть равнодушным. Вот совершенно не надо быть равнодушным. И последнее мало времени есть еще акция «Народный контроль». Тоже довольно-таки интересная такая акция, насколько я понимаю. Ходили по специальным местам, правильно? Вы являли? Ну, чтобы не я за вас говорил. Ну, давайте. Это есть, существует также инициатива СМЕСТ, безусловно. Организация «Союз потребителей», которая была на территории Самарской области, работала. Их привлекли для того, чтобы, когда проводятся проверки в магазинах, торговых точках, где торгуют алкоголем, чтобы эти ребята помогали. И были понятыми, и предоставляли информацию о том, что где-то торгуют алкоголем несовершеннолетним, либо торгуют там во внеурочное время, когда уже запрещено это торговать. И благодаря вот такому союзу молодежи и полиции у нас также есть результаты. То есть за время существования вот этой акции уже, если взять 2015 год, было совместно проведено 548 проверок. И составлено много протоколов. А за каждым протоколом это значит пресечение, нарушение незаконной деятельности. Вот конкретно. Вот, ребята, молодцы. Вот «Союз потребителей» Ильнур Гафуров, он вошел в состав Общественного совета. Вот за счет именно своей активности, неравнодушного отношения, желания помочь. Здорово? Ну, 150 человек работают. Подсказывать время практически подошло к концу. Если есть еще о чем бы хотелось сказать. Вот, знаете как, граждане сейчас должны использовать механизм взаимодействия с полицией, нелинейный, как раньше, написать начальнику. Есть масса способов взаимодействия, когда можно на горячую линию позвонить, по телефону, прийти на личный прием к начальнику территориального органа. И уже вопросы... В личной кабине. Да, да, да. Вот наш совет... И ваш совет, конечно. Наш совет. Вот появилась еще такая. Задай вопрос председателю Общественного совета. Это по всей России. И у нас в Самарской области. Вот мне приходят тоже... Задают вопросы. Задают вопросы тоже с желанием... Самое главное, на самом деле, чтобы люди были активны, не ждали. Мы же все время как привыкли. Вот у нас все плохо, да, и мы ждем, когда кто-то придет и поможет. Ну, конечно. Ждем Человека-паука и Бэтмена. Да, я иронизирую, конечно. Нужно и самому что-то делать. И вот благодаря тому, что у нас, слава богу, много неравнодушных людей, мы, возможно, когда-нибудь и придем к тому, что... Я не знаю, возможно ли искренить преступность. Мне кажется, это такой дискуссионный вопрос, риторический какой-то. Да, потому что, как можно меньше у нас проблем, к этому нам нужно стремиться. Спасибо вам большое за то, что вы есть, и ваш совет работает. Единственное, что я хотел напомнить. Существует и радиоверсия программы, так что всегда можно и прослушать, о чем говорят, в эфире Самарского губернатского радио 21.00. Спасибо вам большое. До свидания. Все доброе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok